Ты Библию читаешь, Ринго? Нерегулярно. Там есть один пассаж, который я знаю на память. Книга пророка Иезекииля. Глава 25, стих 17. Будь праведника труден, ибо препятствуют ему себе любимые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто, во имя милосердия и доброты, ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возражает детей заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим. И узнаешь ты, что имя мое — Господь, когда мщение мое падет на тебя. Я много лет говорил эту херню, и для тех, кто это слышал, это означало конец. Я никогда особо не задумывался над тем, что это значит. Я всегда думал, что это просто крутые фразы, которые можно сказать вслух, прежде чем хладнокровно грохнуть какого-нибудь пидора. Но этим утром я увидел кое-что такое, что заставило меня крепко задуматься. Видишь ли, теперь я думаю, что злой человек — это ты, и я — праведник. А мистер 9-миллиметровый — пастырь, прикрывающий мою праведную жопу в долине тьмы. Или это может значить, что праведник — это ты, и я — пастырь. А мир вокруг нас злобен и эгоистичен. Да, вот так мне нравится. Но на самом деле это неправда. Правда в том, что ты слаб, а я — тирания злых людей. Всем привет! С вами Джофф. В комментариях на форумах я не раз читал странные рассуждения о том, что игра на французских танках во взводе — это нечестно, подло по отношению к другим игрокам и просто самое настоящее читерство. Некоторые игроки почему-то уверены, что хардкор и молодость — это только соло-рендом на КВ-152, а все остальное — так, херня из-под ногтей. Координация, какая-то там тактика, тимплей. Нет, ребята об этом не слышали. Ну что ж, несмотря на то, что наиболее годные результаты лягушки показывают именно в кооперативе, сегодня я продемонстрирую вам, как можно на них играть соло-рендами в случае, если вам в команду затесался хотя бы один адекватный союзник. Итак, карта Энск. Как вы видите, я на МХ-13-90, французский топовый легкий танк. Вот. Что касается состапа, тут, конечно, балансер немножко отжигает. Мало того, что он дал противнику кучу хороших СТ, так он еще 2-44-ки забалансил на наши Т-34-85. Но, тем не менее, постараемся вытянуть. Я планирую помогать дефить зеленку, так как понятно, что большинство оленей на СТ поедут туда. Вот. Но в начале боя я превентивно встану на точку H-3 с краю города и попробую там кого-нибудь пофокусить. То есть, какой-нибудь, если залетный СТ попробует заехать в наш дворик, там патролить тяжей наших в бок или в корму, я его без проблем расстреляю. У нас, конечно, хорошо то, что есть 3 ПТ. В городских условиях ПТ могут, в принципе, довольно неплохо себя показать. Но было бы еще хорошо, если бы у них были довольно прямые руки. Так, судя по всему, что 2 ПТ поехали на зеленку, судя по мини-карте, это хорошо. Я же становлюсь на эту позицию и жду подсвета. Эта позиция хороша в начале боя, когда надо кого-то выцепить, сделать там разовый альфа-дамаг или просто кого-то расстрелять или поставить на гусеницы. Арта тут без проблем пробивает вражеская, так что после первых отстрелов, после первого замеса маленького сразу стоит отсюда откатываться и переезжать куда-то еще. Так, я смотрю, но походу никакого залетного штурмовика у нас тут не будет. И надо отсюда уезжать, да. Так, в это время на зеленке. На зеленке умный хумель, поехав в К0, учитывая, что там никакого прикрытия нет. Ну, стадный инстинкт, такой стадный. При этом 704-й объект очень хорошо стоит, грамотно. Адекватный парень. Ну, а Т-28 выехал куда-то далеко-далеко и, к сожалению, он будет, скорее всего, быстро убит, потому что там его вражеские средние танки закаруселят, подожмут, подотрутся бочком и покарают. Я пока что кручусь тут, жду момента. Моя задача тут саппортить 704-го. Вот убивает хумеля вражеская арта, значит, уже есть где-то под свет, или на зеленке, или на ЖД. Да, это на ЖД был под свет. И, собственно, я сейчас буду отстреливать штурмовиков, которые попадаются в наш объект закаруселить. Я это начинаю делать. К сожалению, Т-28 уже не спасти, поэтому я помогаю 704-му. Конечно, французы, это не та техника, на которой стоит играть вот в такие качельки, но я тут один помогаю 704-ю, поэтому мне приходится играть в таком стиле. Очень неудобно. Не удается свестись нормально, потому что меня фокусят сразу трестая. Так, все, я стрелью барабан, делаю вид, что я очень злой и нагибаторский, и откатываюсь на перезарядку. Так, в это время подкатывается вражеский француз, 13-75. Он едет за мной, поэтому я газую, прячусь за Т-28, объезжая его с этой стороны, и попытаюсь заехать сейчас за дом. Дерево помешало мне, и 13-75 все-таки успевает меня задамажить. Вот, но он, видимо, не знает, что я на перезаряде. Видимо, мой маневр ему ни о чем не сказал, поэтому я просто жду 5 секунд, и сейчас я уже буду помогать объекту. Так, в это время 59-ка заходит объекту в тыл, и так как 75-й сагрился на ПТ тоже. Я быстренько выкатываюсь прямо за ним, и начинаю его убивать. Он тут самая опасная цель, безусловно, из-за его ДПМа в 600 единиц, поэтому первым я убиваю его, ну а второй 59-ку. Пробиваю в лоб, очень хорошо, пушка у меня отличная, и добиваю. Все, отлично. Тут 2-44-ки, они, как я и говорил, убили Т-28 не очень умного пацана. А в это время в городе, в городе осталась одна 75-ка, которая обладается двумя ИС-4-ми. Собственно, я решаю помочь именно ей, потому что тут ПТ и СТ. Вот, если же 75-ку бьют, ИС-4-ка будет очень трудно убить, ну а с Т-44, может быть, как-то удастся справиться. Поэтому я еду в город, хочу помочь, помочь нашему Е-75. Надеюсь, ПТ не умрет. Тут немножко фейлю, не хватает маневренности мне, чтобы войти в поворот. И в это время Лоррейн, подлый-подлый Лоррейн, заезжает в корму к объекту и с барабана его расстреливает. Печалька. Но зато я спас нашего тяжелого танка девятого уровня. И он все еще может затащить этот бой. Так, как вы видите, враги вроде бы стали захватывать базу, но съехали с захвата. Видимо, их трое, они в себе уверены и хотят нас всех нагнуть. Вот, Лоррейн, видимо, хочет воина. Это понятно. Теперь, теперь я буду саппортить Е-75. Попытаюсь убить хотя бы одну-44-ку, не дать зайти в борт нашему тяжу. Так, я откатываюсь чуть-чуть в сторону от него. Тут где-то была 44-ка, она пыталась тут обойти с другой стороны. Так, вот она. Она в меня попадает на ходу. СЛБ-1 это нормальное явление, к сожалению. Так, у меня один снаряд. Я стреляю в другую 44-ку, и та тоже попадает. Невезуха. И Лоррейн убивает нашего тяжа. Тяж попался тупым. Ебланом, к сожалению. Слиться в лоб, лоб в лоб Лоррейну, это надо уметь. Конечно, без доворота корпуса Лоррейн в НЛД берет 75-ку. Но с доворотами он не может пробить. Так, теперь у меня перезарядка. Как видите, я убегаю от СТ противника. Мне надо выиграть время. Я стараюсь ехать так, чтобы между ними и мной были какие-то кусты, постройки. Я делаю вид, что еду на захват или куда-то на зеленку, но тем временем я ухожу влево, попытаюсь зайти к ним сзади, разрядить хотя бы один барабан и опять уехать на перезарядку. Вот такой вот у меня план. Так, вот светится 44-ка и Лоррейн. Я откатываюсь немножко назад. Хочу через кусты в кого-то пострелять. 44 в движении. Я попадаю Лоррейна и еще раз попадаю. Отлично. 44 в движении в меня не попало. Лоррейн один раз попал, но вторым выстрелом я его добил, так как я выстрелил первым. Так, вот 44-ка. Попадание в движение. Я ухожу в левее. Урон в гусеницу. Разворачиваемся. Еще один выстрел. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Еще один выстрел. Опять двигаемся. 44-ка не попадает. И это смерть. Ну, что я скажу? Конечно, в конце боя не буду скрывать. Руки у меня немножко тряслись. Я нервничал. Но все-таки скилл и удача решили исход боя. Как вы видите, ошибка противника была в том, что они понадеялись на свои ХП, понадеялись на свой дамаг или просто на свою наглость и решили, что со мной можно податься на расстоянии, то есть отстреливаться на расстоянии. Вот. Я использовал свою сторону, выбил более мощного и опасного Лоррейна с барабаном, ну а после этого с небольшой долей удачи мне удалось убить и 44-ку, на которую у меня ушло как раз 4 снаряда. Вот. Если все делать по уму, то врагам моим стоило пустить 44-ку на мясо, то есть чтобы она вытанковала какой-то мой дамаг, а потом чтобы Лоррейн приехал, меня и добил. Вот. Но они этого не сделали, к сожалению. У меня 2400 опыта, 45 тысяч кредитов, довольно мало опыта для такого боя, я считаю. 24 выстрела, 21 попадание, бой. Вот так вот при грамотных союзниках, я имел ввиду 704-го объекта, можно вытащить бой на соло-рендом французах. Надеюсь, мой вот вам поможет. Всем спасибо, удачи, с вами был Джофф.